По неусыновлению, наверное, да. Мы и так уже устали от побоев или гибели наших детей за границей, и в обычных-то семей. Я уже не говорю о других семьях, которые вызывают некий такой социальный вопрос или взгляд. Но, тем не менее, общество не должно погрязать в этом полностью. Уходить в это, растворяться в этом, ориентироваться только на это, это значит, появляются у молодежи ориентиры совершенно левые, абсолютно не соответствующие христианскому духу и морали. Христианское общество должно не осуждать, оно должно лечить, оно должно каким-то образом диалогизировать эту ситуацию. Еще раз повторю, это очень важная вещь, диалог, которую мы не наблюдаем. Либо сразу надо фейс ударить, либо запретить, либо резко осудить, либо зачем нам это надо. Вот есть проблемы, и нужно смотреть на то, как это воспринимает само общество. Если общество это отторгает с самых низов до самых верхов, отторгает сам диалог, или в диалоге оказывается в конечном счете отторжение, наверное, правы те политики и законодатели, которые говорят, что нам это не нужно. И нужно не устражать, наверное, эти законы, а, скорее всего, правильно их писать. И тогда не тем людям, которые больны этим, а это, естественно, болезнь, будет легче с этой болезнью. И, наверное, не будет вот этого нашего осуждения, как общество, которое, если что, то сразу открываются психиатрические клиники, если что, то сразу идут погромы, если что, пора входить в мировое сообщество. Но, как видите, мировое сообщество это осуждает, и очень сложно там с этим. Я считаю, что еще пока очень мало диалога на эту тему. И диалога, который должен проведен быть через все круги, а не так, что люди слушают эти диалоги в медийном поле, но не участвуют в них сами. Вот я думаю, что при общем участии, наверное, будет понятно в скором времени, как наше общество должно, российское, отнестись к этому, и какие действительно законы должны быть приняты, а какие осуждены.